Алла Назимова Алла Назимова Алла Назимова Алла Назимова Стала брать уроки у Станиславского в школе актёрского мастерства при Московском Художественном театре Бросив школу, начала играть в Провинциальном театре В 1899 вышла замуж за актёра Сергея Головина Их брак оказался неудачным Они вскоре стали жить порознь Хотя неизвестно, развелись ли они когда-нибудь официары В Костроме, куда она приехала со спектаклем, Назимова познакомилась с легендарным актером тех лет Павлом Орленевым, близким товарищем Чехова Игорь. Между актерами вспыхнул бурный роман. В 1904 году в составе театральных трупов они отправились на гастроли в Европу, где с блеском сыграли на сцене Лондона и Берлина. Публика с восторгом приняла Назимову, и вскоре она стала одной из ведущих театральных прим того времени. В феврале 1905 года Назимова и Орленев уехали в Америку и провели на гастролях полтора года, представив публике классические постановки «Царь Федор Иоаннович» по пьесе «Толстого еврея», по пьесе «Чирикова», спектакли по пьесам Чехова и малоизвестного тогда Ипсена. Менеджером группы в этом турне была известная анархистка Эмма Гольдман. В мае 1906 года Орленев и остальная часть трупа вернулась в Россию, Назимова уже осталась в США. Активно играла на подмостках в Бродвее и добилась большой популярности. Талантливая игра актрисы привлекла внимание продюсера Льюиса Сезлинга. Он захотел снять фильм по мотивам пьесы и предложил актрисе гонорар 30 тысяч долларов плюс 1000 долларов за каждый съемочный день сверхграфика. Она согласилась и таким образом в 1916 году, когда актрисе было уже 30 лет, состоялся ее дебют в кино. В 1918 году Назимова, не прекращая играть в театры, снялась в главных ролях в велодрамах «Чудесное явление», «Игрушки судьбы» и «Око за око». И во всех трех картинах неизменным партнером актрисы становился ее любовник Чарльз Бриан, с которым она жила в фактическом браке с 112 года. Продолжала работать, однако качество ее картин понижалось и в начале 1920-х она скатилась с 4 на 20 место в рейтинге популярных актеров журнала «Фотоплей». В 1920-м на экране вышла ее первая комедия «Миллиарды», снятая по сценарию Бриан. В 1921-м снялась вместе с Валентиной в экранизации романа «Дама с камелями» Александра Дюма. В 1912-м году Назимова познакомилась с актером Чарльзом Бриантом. Несмотря на то, что ее брак с Сергеем Головиным, скорее всего, не был официально расторгнут, они считались супругами и были вместе до 1925 года. Бриант был партнером Назимовой в 10 фильмах. Еще при жизни актрисы ходили слухи о ее гомосексуальности. В 1919-м году приобрела за 65 тысяч долларов особняк и назвала его «Сад Аллы». В этом доме часто устраивались вечеринки, на которых собирались сливки голливудского киносообщества тех лет. Чарльз Чаплин, сестры Дороти, Лиллиан Гиш, Теды Барра, Глория Свенсон, Роско Арбакл и многие другие. В 1928-м году, испытывая недостаток в средствах, Алла была вынуждена продать особняк. А после того, как внутри него был устроен отель, жила в одном из его номеров. Алла Назимова скончалась в Лос-Анджелесском госпитале добрых самаритян от тромбозов и пенечных сосудов 13 июля 1945 года. Актрисе было 66 лет. Ее прах покоится рядом с другими звездами немого кино на кладбище Форест Лаун, Калифорния. Интересные факты. Публика называла Аллу Назимову мадам. Во время развода Чаплина со своей первой женой Милфрид Фаррис в качестве обвинения он назвал лесбийскую связь супруги с Аллой Назимовой. Актриса была удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Вот так вкратце из приводной Википедии о русской, американской кино и театральной актрисе, продюсере и сценаристке Алла Назимову. Пока-пока. Смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok